Пу-пу-пу, дисклеймер. Так, бла-бла-бла, дубинки, это все нам не надо. Эбигел у нас где? Ага, не появилась. Но когда зайдем в этот кружочек, надо будет ее призвать на всякий случай. Так, вот здесь вот. Хорошо, здесь надо... Серьезно? А, сейчас весна, все, тогда логично. То есть, смотрю, что оно сделает вообще. Так, давай, добиваем, добиваем. А посох сам-то мы взяли, фух, хорошо. Так, давай-ка вот это вот возьмем. Так, я тебя понял. Спасибо огромное. Давай вот так вот сбросим. Берем так. Вот это сбрасываем вот здесь. Берем вот так. Вот это относим вот сюда вот ставим. Вот так вот идеально. Все, спробуем. Можем пройти? Не можем пройти. Хорошо, сейчас в полнолуние вставим посох. Призыватель Алун. Правда, нихрена не видно тут. А если сильно приблизить вот так, опа, то еще больше ничего не видно. Класс. Можно было бы больше кружочек сделать, но это много камней потратили бы, да и делали все это дольше. Зачем это мне нужно? Правильно? Вот так, наверное, давай с этой стороны поставим, потому что, во-первых, так и видно будет вот этот вот платформу, платформу вот эту видно будет. И плюс вот это вот не должна статуя провернуться в таком положении камеры. Правильно? И тут никто не пройдет. Смотри, я при тебе показываю, что тут нельзя пройти, но на всякий случай Эбигейл призовем. Надеюсь, она ни с кем драться сейчас не будет и будет держаться в этом круге. В этом кругу? В этом кругу, наверное, даже. Так, на всякий случай возьмем вот так вот. Мало ли, мало ли что. Хотя это нам не поможет, у нас-то здоровья очень мало. Так, это мы... Нет, Эбиг... Ладно, давай пока уберем. Ничего страшного. Потом, мне сказали, нужно для постройки будет металлолом. У нас есть лунный камень. Есть лунный другой камень. Есть, что еще? Посох разрушений меня смутил. Неужели у нас его нет? По-моему, он у меня был. Забыл, что ли? Так, тефтели 45 штук. Ну, до конца игры, скорее всего, хватит. Нам совсем чуть-чуть осталось тут, чтобы пройти. С помощью пороха мы раздолбаем просто этого лунного чемпиона. У меня, кстати, да, есть тут лицитовая броня. Если что, в одном из сундуков я показывал. У меня ее штук... Ну, 5, наверное. В любом случае, мы чуть-чуть понаносим ему урона. Хотя бы до 8 тысяч опустим. Но если у него, например, 16 тысяч будет, то... Смысл опускать. Мы два раза порох используем. Ты говоришь, 5 стаков хватит, да? А не факт. Мало ли, как все пойдет. Так что лучше пускай сделаю побольше. К тому же у нас следующие еще боссы будут. На кого порох можно использовать? На свинооборотня, например. Только не подземелье, которое металлический свинооборотень. Кошмарный свинооборотень, как его еще называют. Вот на него можно было бы использовать. Потом будут какие-то... Мальбатрос, ты говоришь. Босс вообще неприятный, душный. С него ничего угодного не выпадает. Но нам нужно чисто его разнести для галочки. Типа, мы всех боссов, которые есть в игре, разнесли. Ну и все. Так, давай-ка ставим вот так вот. Давай быстрее. Полнолуние. Так, и это как его дать? Левая кнопка мыши или правая? Вы... Выписали как-нибудь. Левая кнопка мыши, вот. На всякий случай скажу, если тебе понадобится левая. А, мы можем это не О. Класс вообще. Все, и проверяем на всякий случай, что будет. Пройдут? Не подру... Не пройдут? Да, не могут пройти. Замечательно. Все, а стенки Б разнесли, мне сказали. А, вы еще и с пауками решили подраться? Ну, делитесь. Главное, матку сюда не введите. Ой, минус рассудок, причем очень сильно. А вот это я не рассчитывал, конечно, что так будет. Это минус рассудок. Подожди. А как ты пробежал? Как ты пробежал? Подожди. Каким образом? Они друг друга продавили, что ли? Как он пробежал? У меня же все тут закрыто. Сколько оно еще будет? Оно всю ночь, что ли, будет? А, вот зарядка. 3, 2, 1, 0. Все. А, сгонщик. А, все. Это можно забрать? Собрать лунную платформу. Опа. Все, лунный посох есть. Хорошо. А это теперь тупо камни? Подозрительный лунный камень. Эм, окей. Справились? Как один прошел? Я чуть не понял. С какой тут стороны? Как он прошел-то, а? Я же проверял все неоднократно. Меня это смутило очень сильно. Ладно, допустим. Главное, что мы прошли, правильно? Вот так. Оп. Подожди, а там внутри мясо было еще? Ну ладно, давай вот так вот отодвинем. Больше же нам не нужно это, правильно? К тому же это мы разрушили. Класс. А если я посох просру? Вот использую его максимальное количество раз. Что тогда? Мы еще раз платформу лунную не сможем сделать, что ли? Или, скорее всего, там нужен будет камень, чтобы починить его. Например, обычный лунный камень туда опустить и все. Ладно, главное, что мы справились. Ага, голод. Все, вижу. Рюкзак. Точно, точно, точно. Мы же его скинули, потому что статую брали. Угу. Сейчас бы убежал без него. Оп. Хорошо. Так, это хорошо, что эти в теле нам понадобились. Хорошо, что у нас был голод. А то я бы и не заметил. Так, веревок нужно поделать. Это мы поделаем. Хорошо. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Давай, проходим, проходим, проходим. Свинюшки нам тоже не нужны. Там что-то съедобное было. Зараза. Ой, куда это я сбросил? Подожди, развязать. Давай, собираем. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Раз. Два. Хорошо. Так, теперь делаем самокрутку опять. Потом нужно будет сбегать. Но я сначала проверю. Неужели у нас посоха разрушения нет? Серьезно? Как так вышло-то вообще? Не может быть такого. Мне про него писали давным-давно еще для флейты пана. Я не соизволил сделать за все это время? Серьезно? Так, надо будет еще яиц сделать, чтобы из них протухшие сделать. Ага, и сейчас посмотрим, что у нас по поводу леса. Который мы высадили. Так, отлично. Давай вот так вот. Зажечь тут. Зажечь тут. Зажечь тут. Зажечь тут. Конечно, ты долго отбегаешь. Ну и все, нормально. Бери вот так все, чтобы не портился факел просто так. Да, сказали, главное не росточки поджигать, а уровень дерева любой может быть. Это не важно. Блин, я боюсь, что уголь будет сгорать. Вот это не хотелось бы. Так, жара, я понял. Тебе жарко, ничего страшного. Так, надо будет поспать, восстановить здоровье. Вот это, конечно, неприятно, чтобы сильно пробежала. Как так вышло. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давай быстрее сгорать. Так, а мы пока адекватно с ним. Хотя мы все равно будем спать. Правильно, восстановим. Так, во-во-во, и давайте побыстрее исчезайте. Так, сначала исчезнут деревья, которые я в первую очередь поджег. Эээ, цветочек, ну ладно. Но с него максимум пепел, наверное, выпадет. Правильно? А можно, чтобы сгорало все побыстрее? Как бы, чтобы я мог получить уголь, чтобы он тоже не сгорел за это время. Так, давай пепел тоже соберем. Я не помню, зачем он нужен. Во-во-во-во-во, быстрее. Да ты что, издеваешься? Ты просто подбежал посмотреть или что? Ух ты, бесишь. Зашибись, зашибись. Класс, уголь просто сгорает. Я же специально поджег в разных местах. Что это трясется? Почему экран трясется? Кто? А, лузи где-то тут. Тьфу. Да, выброси шишку. Ведь обидно, шишки, конечно... Ой, уголь погорел частично. Ну как, сгорел-то он полностью? Часть угля сгорела, я имею ввиду. Вот это плохо. Да, пепел нам нахер сейчас не нужен, получается. Да, хорош перегреваться. Хотя обидно. А, мы топор не взяли даже с собой, да? Шикарно. Ну деревья ж никуда не денутся, я надеюсь, за это время. Если мы сбегаем туда-сюда. Хотя, блин, жалко, мало ли что-то с ним случится с деревом. А у нас рису... Ага. Одного не хватает кремния, серьезно. И нигде поблизости его, конечно же, не будет. Ладно, сейчас сбегаем. Но это обратно сюда возвращаться тоже как бы желания нет. Может, все-таки будет где-то кремний, чтобы мы не бегали по несколько раз туда-сюда. Оптимизируем свое время. Ну ладно, уже очень далеко. Побежали, ладно. Закинем сейчас хотя бы 17 есть. Но потом шишки надо опять собирать. Да, я вижу, тут кремния есть. Ну ладно, уже заберем топор, который у нас есть. Плюс нам нужна кирка. А, кирка у нас есть, хорошо. Это мне сказали, нужно будет кирка, сачок и что-то там еще. Когда будет у нас какой-то там ученый появится в буре. Вот посмотрим, что у нас там будет. Лунные камни у нас все равно есть еще где-то. Тут. Давай-ка тебе закинем через shift все вот так вот. И вот это вот тоже закинем, пока ты не спишь. Все, собираю яйца. Сейчас закинем, чтобы они испортились. Вот так, оп. Так, хорошо в этот сундук. Нет, подожди. Так не годится, вот так вот. Не-не-не, ты что, издеваешься что ли? Во-во-во. Во-во-во. Так, все. В этот сундук можно еще вот так позакидывать. Потом яйца паука вот так закинули. Оп-оп. Так-так-так-так-так. Пепел. Чтобы места не занимал. Потом топ... Понятно. Топор надо забрать. Сколько? 26%. Не знаю, хватит ли. У нас есть второй. Замечательно. Луковицы цветочные убираем вот сюда. Паутина. У нас тоже много где валяться должна. И неужели у нас все-таки нет? Давай проверим. На всякий случай. Посох разрушения. Так, там нам нужны зеленые алмазы, да? Давай возьмем все зеленые алмазы. Я не помню, сколько конкретно надо. Металлолом есть. Лунный камень есть. Здесь у нас ничего-ничего. Неужели все-таки нет посоха? Как так и вышло-то, а? Неужели или отказ сделал, или что? Или я его даже не сделал? Огненный посох есть. Ледяной есть. Телепорт есть. Солнечный есть. Лунный есть. Вот конкретно разрушения, походу, и нет. Жаль, конечно, жаль. Ладно, надо будет сделать сейчас бегать. А что еще нужно ему? Так, тулецит нужно будет взять. Одну штуку, мне сказали, для Ниндзе надо будет. Хорошо. Не-не-не, подожди, где у нас? Ага. Да, все-таки один лунный камень. А, нет, лунный камень нам уже на платформе нужно будет. И также мне сказали, к платформу, как только я сделаю, появится лунный босс сразу же. То есть нам надо еще и порохом будет запастись на этот момент. Так, вот он, наш сгоревший лес. Сейчас берем топор, быстренько рубим его весь. Ничего с ним не случилось, я надеюсь. Не случилось, отлично. Давай, все, рубить. Ага, через три часа он бы уже все. Что-то с ним случилось бы. Хорошо, сейчас она давай быстренько порубит самостоятельно. Да, одного топора с этими процентами не хватило бы. Хорошо, что второй взяли. Прикинь, если и второй не хватит. Второго топора не хватит. Это, конечно, будет обидненько. По одному проценту за удар. Вот это ты, конечно, расходуешь его. Но 56. Даже если потратим 56, это наоборот даже хорошо. А, у нас даже не один уголь может выпасть вроде с дерева, да? Тогда это вообще прекрасно, слушай. Тогда мы угля насобираем достаточно, чтобы уже закончить. А, тут даже еще не все выбралось. У нас настолько всего много. Ну ладно, сейчас дождь я вижу. Сейчас наденем так. Уголь же не испортится из-за дождя, правильно? Не должно же с ним ничего случиться? Не растворится, не рассыпется. Продолжай, давай-давай. Так, не-не-не, лусь, надеюсь, он ко мне сейчас не подойдет. Он нам не нужен. Иди к своим лусятам. Так, и с углем, я надеюсь, ничего не случится. И луси не едят уголь. Очень сильно на это надеюсь. Потому что мало ли, что тут может случиться. Серьезно, не хватило даже так. Что, прикалываешься, что ли? Давай вот так вот. Соберем. Ух, зато угля будет теперь очень много. Это хорошо. А как ты это пропустила? Давай вот тут. Бабочки что-то дохлые лежат. Да, пока все прекрасно идет. Да, как ты пропускаешь? Они откуда-то берутся или что? Как ты их пропускаешь-то? Так, уже больше стака отлично. И там еще много осталось. Все-таки надо было взять, да? У нас тут где-то есть? Да, не, это надо будет очень далеко бежать. Зараза. Ладно, вот здесь в целом недалеко может быть тоже. Сначала уголь этот каменный, деревянный. Древесный уголь пособираем. На всякий случай. Мало ли с ним что-то случится. Так, а деревья только через 3 часа должны будут испортиться. Правильно, правильно. Это ж не 3 минуты, правильно? 3 часа. Хорошо. Ого, ого, ого. Под 4 стака почти соберем. А нам надо всего 5 стаков. Плюс у нас порох там еще есть. Нормально. Неужели даже вытянем что-то? Шишки у меня тогда пускай все время тут лежат. Лишними будут. А, не, не под 4. 3 стака слабенько. А, ну там еще пару деревьев есть. Хорошо. Сейчас давай сбегаем. Еще найдем. Так, у вас там тоже... Блин, у вас там лягушачьи лапки. Ладно. Пускай пока лежат. Неужели здесь не будет нигде? Серьезно? У-у-у, кладбище. Как редко мы сюда заходим. Не-не-не, зелье для обигел. Я убедился. Это вообще хрень не нужная абсолютно. Попробуй. Сделай хотя бы попробовать. Ну, сделал, попробовал. В итоге оно нам не нужно. У нас есть порох. Хорошее оружие меня устраивает. Давай вот так. Оп. Сделаем тогда еще один топор. Но еще один не должен успеть сломаться. Правильно? Потом идем в подземелье. Делаем посох разрушения. С посохом разрушения мы что сделаем? Разрушим посох. Вот этот вот. Лунный. А его надо в руках держать? Или на пол бросить? Скорее всего на пол бросить. Так, давай еще возьмем топор. Так. И рубим вот это вот все. Да, два угля могут выпасть. Но, видимо, редко. Хорошо. Тогда, ну, блин, половинки. Эй, куда ты? Да еще раз давай. Так, возьмите трость. И вот так вот. Хорошо. Все. Все. Сейчас мы все равно мимо базы будем бежать. Значит, там скинем лишние предметы. Пойдем в подземелье. Там нам еще лунный камень надо вставлять. Тулицит. Палка призыва. Блин, а как же посох? С чего же он делается? Неужели только тулицит? Не может же быть такого, правильно? Только тулицит. И алмаз. Или все-таки так именно? Не помню, не помню. Ладно. Сейчас и узнаем все равно. Так, и чтобы нас кошмары не мучили, нам надо будет костяную броню взять. У нас ее почему-то сейчас нет. Так, шишки оставим. Да, давай возле базы просто сбросим и все. Так, потом лето будет. Блин, а летом перегрев. Но летом мы хотя бы можем готовиться к боссу. А, селитра нужна. И что ж нам делать-то тогда? Нам надо очень много селитры. У нас селитровые залежи есть, но там вот эта вот дыра открывается. Но она, по-моему, на все время открывается и все. Мы ничего не можем сделать там. Так, давай закинем угля. Так, он и тут даже есть. Сколько? 40. 40 плюс. Оп, оп, оп. О, идеально. Смотри-ка. Вообще шикарно. Тухлые яйца есть. Так, давай-ка еще пороха сделаем. Все равно надо будет делать. Давай сейчас сделаем. Почему бы и нет. Селитры у нас очень мало. Очень мало селит. Ну, тут же есть единичка. Ну, сюда сделай. Селитры надо будет еще добыть. Очень много. Где ж нам ее-то взять-то, а? Это камни долго разрушать, конечно. Камни это очень долго. Сейчас еще яйца погниют. Их тоже очень много будет. Да, яиц много. Угля не сильно, но тоже достаточно. А сколько у нас? 6 стаков получается, да? Возможно, на остальных боссов не хватит. Хватит чисто на лунного чемпиона. Ну и ладно. Остальные, по идее, ты говоришь легче. Значит, и так справимся. Вот так, хорошо. Так, теперь топор сбросим. Он нам тут не нужен. Вот так вот. Это не надо посоха звездный. Нет, стой, стой, стой. Куда-нибудь вот сюда давай спрячем. Так, так, так. Нам нужна костяная броня. Вот она. Раз. Так, хорошо. Я уж даже стараюсь этого мудака игнорировать. Он все равно не отстает от нас. Так, это мы закидываем вот сюда. Пепел вот сюда. Серьезно? Ай-яй-яй. Нам тут сюда точно не надо. Ну, хоть где-нибудь есть место есть. Отлично. Палку убивал. Так, камыши. Камыши у нас тоже есть. Замечательно. Серое перышко тоже есть. Это все нам не надо, не надо, не надо. Так, 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 так. Вроде все, да? 60 плюс 60, 100. Нет, это пока не надо. Ну и все, можем бежать, да? Да, пока что можем бежать. Сейчас сделаем так. Посох сделаем. Потом это лунное. Туда-сюда. Подожди, подожди. Не-не-не-не-не. Есть небольшое подозрение, что когда мы будем вставлять лунно-переливчатый камень, что черви могут на нас напасть. Могут. Ты говоришь, вроде как не нападут. Или нападут. Короче, не суть важна. Я лучше мраморной брони возьму. Плюс вот так вот сделаем веревки. Где у нас они? Вот. Нет, не то, не то. Вот так. Нужно сделать стак и еще капельку, для того, чтобы еще брони сделать мраморной. Мраморная броня хотя бы переключается автоматически. Почему? Вот у лицитовая ни броня, ни короны, по-моему, не переключается ни то, ни другое. Так, дальше вот так. Мрамор тут. Нет, не-не-не-не. Тут-тут. Делаем так. И зашить надо будет еще. Зашить зонтик у нас. Он почти испортился уже. Так, зонтик, зонтик, зонтик. Это вот здесь вот. Нет. Вот тут. Так. Так, правая кнопка мыши. Зашили. Хорошо. Да что ж такое. Так, вот теперь с голодом все нормально. Теперь можно его удалять. Раз. Два. Хорошо. Сундук с самокруткой есть. Раз, два, три. Так, меня смущает. Мы сделали две брон... Подожди, а на броню, я так понимаю, не одна, да, тратится? Веревка две. Понятно. Понятно. Так, лусят мы не трогаем. Они нам не нужны. Переключаемся так. Или нужно... Нет, перья нам, по-моему, не нужны, да, лусины? Да, нормально. Все нормально. Не нужны они нам. Пам-пам-пам-пам. Так, сейчас прыгаем, делаем посох разрушения, разрушаем этот лунный камень. Сразу же этот лунный камень вставляем. Потом мы получим какую-то... А вот там, по-моему, и нужен, да, лунный камень нам? Или нет? Лунный камень нам при производстве чего нужен? Боюсь, надо будет сбегать несколько раз туда-сюда. Чуть не хочется. Вот лунный камень, где он нам понадобится? Вот это, конечно... О-о-о. Что я сказал вообще, подожди, что это такое? Неприятность, конечно. Подожди, а где ж нам нужен лунный камень? А если мы скрафтим... А это, по-моему, там крафтительная станция, да? Крафтильная. Болин. А вот хрен его знает, как бы. Неужели лунный камень нам понадобится? Здесь, в подземелье. Вот хотел же взять один, а? Как я надеюсь, что все-таки не понадобится. Очень сильно надеюсь, что не понадобится. Если лунный камень нам все-таки нужен здесь, это очень плохо. Это придется опять обратно бежать. Опять круги наматывать. Опять же, ни инструкции, ничего. Что нам нужно? Зачем нам нужно? Так, ага, это этот черт. Так, этих не боимся. Кстати, возможно, сейчас залежи селитры мы сможем забрать, если... Кошмарный цикл тут не всегда, я надеюсь. Или абсолютно всегда? Абсолютно всегда. Опять эта хрень летающая. Ох, ты ж твою мать! Что это за хрень такая? Кстати, как их называть? Чернильное пятно, да? Хорошо. А ты что такое? Ох, нихренась. А вот ты, конечно, уже, наверное, можешь урона нанести. Что это за... Кислотный дождь, что ли? Да, это кислотный дождь. Зашибись. Давай тогда сделаем. Так. И вот так. Блин, только обезьяны... Тут постоянно теперь кошмарный цикл, что ли? Или это мне так везет, что я каждый раз на него натыкаюсь? Потому что мы за последнее время сколько? Два или три раза сюда зашли. И каждый раз кошмарный цикл. Как так происходит вообще? Неужели каждый раз теперь кошмарный цикл будет? А, нет. Он там заканчивается. Это я помню. Это значит нам так везет. Класс. Ну вот и все. Да отстаньте. Зато кислотный дождь сейчас начался. Класс. А, у нас еще и промокаемость с кислотой есть. Круто. Замечательно. Надеюсь, тебя камнями придавит. Падла. На, отлично, отлично. Это хотя бы его отлечет, я надеюсь. Я еще и селитру успел надыбать. Одну штуку, конечно, но все-таки. Мелочи приятны. Так, ну давай. Забыл. Забыл про нее. Дин, зонтик вы мне так испортите сильно. Я еще не представляю, как глаза зонтик можно зашивать. Это же с глаза. Ай, скорее всего, это исправит в будущем. Что он, типа, защищает от влаги на 100%, но при этом минус какой? Правильно. Его зашить невозможно. Да вы издеваетесь, что ли? Серьезно? Души и деревья. Души и деревья. Ну, душ тут, скорее всего, уже и нет, да? Мы на поверхности их забрали. Ой. Блядь. Это прикол, что ли, какой-то, а? Так, это заберем, кстати. Издеваетесь вы или что? Вы это специально. Ну, ты так не честно. Ну, крафты, ну, оставьте вы, блядь, список крафтов, какие у нас, что надо. Хотя бы после того, как мы исследуем. Было бы неплохо, чтобы вот так вот оставалось. Но почему все остаются, кроме вот таких вот? Ай, блядь. Нам по итогу теперь туда-сюда надо бегать. Правильно, делать же нам нечего. Правильно, давай побегаем. Давай от обезьян избавимся. Кто-то не мешать будут каждый раз. А это нам молотом надо разрушать их дома, да? Эбигел, по-моему, не разрушает их. Эбигел не разрушает их. Тогда и смысла в ней нет. Ой, класс. Ну, тогда и лунный камень заодно заберем. Правильно? На всякий случай. Так, ту лицит мы за... Ох, ёб твою мать. Ох, ереть! Да дайте пройти! Что за чернильные хрени такие? Оно еще и плюется! И че их так до хрена вообще? Тебе не кажется, что их слишком много? Но они хотя бы медленные. Спасибо и на том. Но все равно их до хрена как-то. Угу, угу. Ой, долго еще дождь будет? Кстати, дождь нихера не редко. Он очень часто тут. Он очень часто. Очень часто. Слишком часто. И почему кислотная дождь им не вредит? Почему только мне? Угу, угу. Хм, быстрей, быстрей, быстрей. Это опять надо будет бежать на самый верх. На станцию. Потом бежать в самый низ. Чтобы этот лунный камень вставить. Потом опять идти на выход этот. Ой, ёд. Вот это у нас, конечно, беготня. Ты его поздравляю. Ты у нас марафонец уже просто. Давай, быстрей подбегай. Опять вверх надо будет бежать. Потом вниз. Капец. Я-то рассчитал, что мы в пещеру больше не будем возвращаться. А после вот этого вот марафона мы же не будем больше в пещеру возвращаться. Ну, понятно. Жаба, свиноборотень. Но это нам не надо за тулецитом бегать хотя бы. В ту сторону. Далеко не надо бегать хотя бы. Хотя все равно бегать. А, против жабы надо бы еще пороха взять, да? Кто-то говорит, что он босс душный. Блин, босс душный. Это надо пороха тогда очень много. Это надо будет селитры где-то добыть очень много. Да и не только селитры. Это опять нужно уголь собрать. Это мы заколебем. А, хотя нет, подожди. Так кто самый сильный босс? Жаба? Улучшенная жаба? Ну, понятно, что если есть улучшенная жаба, а про обычную тогда не говорим. Улучшенная жаба, топливопрят или лунный чемпион? Кто из них самый сильный? Потому что про каждого из них говорят, что он самый сильный. Кстати, еще не понимаю, почему... Почему вы просто порохами не выносите их, как я? Это же очень легко. Ну, вы же в других играх, шутерах, например, вы же не играете исключительно с ножом, ну или пистолетом, если далеко враг, правильно? Вы же используете винтовки, снайперки, все-все-все, а это используете. А почему здесь вы используете самое слабое, что есть оружие? Ну, используете вообще обычные кулаки, почему нет? Вот этого прикола, конечно, не понимаю. Почему вы используете самые слабые? Ну, одно из самых слабых. Так, давайте так. Лунный камень, да хрен с ним, возьмем вот так вот просто. Лунный камень, что еще нужно? Не провтыкаю, лунный камень. Души, 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 души. Да и... Души 38, берем. И еще разочек вот этот вот марафон, теперь обратно бежим. Потом еще надо будет туда-сюда бегать. Как хорошо, что я точно не буду играть вот эту вот игру, которая от Кодзимы, я не помню, как она называется, где там курьер просто идет, просто несет что-то, просто... Хотя, может, и буду. Но там хотя бы игра уже заточена под то, что ты будешь ходить. А тут вроде как говорят, что это выживание, хотя это не выживание. Это просто РПГшка-бродилка. Кстати, забавно, как одни и те же люди говорят, что это не РПГ, и при этом говорят, что игра не рассчитана на одного, потому что тут изначально при покупке получаешь вторую. То есть это не ММО-РПГ, но при этом ты играешь, должен играть здесь с другими игроками и успеть нажимать на клавиши должен. Это вообще такой топчик, когда сами не могут определиться. Да, тут по описанию абсолютно все элементы ММО-РПГ, но это не ММО-РПГ, потому что в Стиме написали, что это выживание. Бесспорно, так и есть, точно. Пишут же разные жанры, не для продаж, не для того, чтобы больше человек могло найти и купить игру. Не-не-не-не-не-не-не, исключительно, потому что они уверены, что это в жоне и никак иначе. К тому же, все же мы знаем, что в Стиме, если неправильно укажешь жанр игры, то там суровое наказание. Ничего. Ничего тебе не будет. Максимум, если будет очень много жалоб, то уберут этот жанр и все. Потому что, что они будут делать? Удалять игру, что ли, Стима? Да нет, это им бабки приносит. Потому что Стима имеет нехеровую такую... Неплохой такой процент с покупок игр, например, с продажей, не знаю там. С продажей, да. И с продажей, с покупок, в целом, это одно и то же. Плюс еще предметы тут внутри, игровые есть, которые тоже процентик свой получают. Причем процент там реально охренеть какой. Стиме, сколько он там? Около 10 плюс-минус процент. Ну просто, когда ты выставляешь предмет на продажу, там очень сильно цена поднимается. Очень сильно. Ох, йо, а ты что такое? Чернильное пятно. Да дайте пройти. Вот ты нас вообще не атакуешь, да? Вот ты самый приятный. А, ну и ты гнида. Получается. Только не говори, что опять кошмарный цикл. Вы что, издеваетесь? А как часто он тут появляться стал? Все время, что ли? Ну, постоянно. Две секунды без кошмарного цикла, все остальное с кошмарным. Куда сейчас обезьяны делись? Спрятались внутрь. Потому что кислотный дождь. Потому что сут. Так, если под кислотным дождем возьму тевтельки, это сильно испортит все. Ладно, там сколько? 65 восстанавливает или сколько там? Но это в любом случае, пока рановато. Это после того, как сделаем посох разрушения, уже можно. Ой, надеюсь, там сейчас не будет вот этих вот теневых уродов. Сейчас не начинайся, пожалуйста, кошмарный цикл. Не начинайся. Да, что ж такое. Кстати, а вот этот вот камнепад, он может как-то разрушить постройки? Скорее всего, нет, да? Надо будет в этой поспать. Да, видимо, так уже придется, да. Ты ж только анимацию делаешь, правильно? Ты ж не атакуешь на сцене, я надеюсь. Ах ты, сука, атакуешь все-таки? Блядь, атака. А что за херня? Мне надо, получается, полный комплект брони. Ой, блядь, какой дрочь. Так мы ж бегали чисто с броней, по-моему, они нас не атаковали. Или все-таки атаковали. Не помню, по-моему, атаковали, да? Ой, блядь. А нахера? Ну вот зачем? Ну если мы получили броник, мы ж в любом случае получили шлем, правильно? Они же комплектом выпадают. Правильно? Так а зачем разделять их? Зачем вот этот бонус за полный комплект? Ну для чего? Понятное дело, что мы, если эту броню надеваем, мы ж не сражаться с ней будем. Хотя, блядь, вы всякую херню надеваете, чтобы сражаться. Когда тут единственная нормальная мраморная броня и тулицы, давай все. Из говна и палок даже. О, класс, замечательно. Ладно. Просто как броня, это отвратительная вещь, потому что пополняется душами. Души очень тяжело собирать. Ты задолбаешься просто их набивать. Хотя, если вот эту вот броню надеваем, то постоянно же появляются тени. Но, если одна появится, то ты ее будешь атаковать. Все остальные тоже согрятся на тебя или нет? Хотя тут даже атаковать чисто одну тень, это тоже будет нереально сложно. Почему? Потому что она любит. Хе-хе! Атаковать. Ты издеваешься, что ли? А это мы вылезли? Да, нет, подожди. Души. А, это мы только вылезли. Ой, бля. Ты что, издеваешься, что ли, со своим гребаным марафоном этим? Блядь. У нас же нет в руках душ, да? Это нам надо наоборот, сейчас еще раз дать загрузку, чтобы... Да, это у нас нет душ, это нам надо подняться. Подняться. Давай я просто ускорю, у меня уже слов нет. Так, мы и добежали, но я хочу сделать немножко по-другому, раз все равно сейчас кошмарный цикл, правильно? Так, давай вот так вот сделаем. Сейчас поедим. Так, сделаем. Ну ладно, зайдем сюда, потому что лампа... Блин, так лампа все равно будет тратиться, мне это не нравится. Ну ладно, что мы уже поделаем? Здоровье хотя бы восстановим с адекватностью, правильно? И заодно пока что подождем, пока цикл закончится. Хотя он вряд ли за это время закончится, но он хотя бы поближе к концу будет. Потом делаем посох разрушения, забираем его, бежим вниз где-нибудь на поле. Хотя они посреди камней, там где куча камней у нас, правильно, в проходе, вон там мы используем посох разрушения, хотя нет, это чтобы червы не убежали, нормально. Ладно, придумаю, где использовать посох разрушения. Да, вот здесь где-нибудь на дорожке. Я же правильно понимаю, если используем посох разрушения, то все, что вокруг нас, будет ломаться, правильно? Правильно. О, новый день остался, хорошо. А это пока... Ага, корот на ловушку мою наткнулся, ну красавчик. Просто нет слов. Да, хотя бы адекватно себя восстановим побольше. Потом лунный камень вставляем. Хорошо, у нас хотя бы не так много. Кстати, тот, кто считал, что мне игра не нравится, и поэтому я столько часов наснимал, ты еще учти, учитывай то, что вот это то, что я ускоряю, и для тебя не больше минуты длится, в основном там и около 15-20 секунд пытаюсь делать в ускоренном. Это я ускоряю иногда в тысячу процентов, но это во сколько? В 10 раз, правильно? Иногда и в 10 раз, и 20-50 раз бывало, и больше. То есть это я очень сильно ускоряю. Очень сильно ускоряю. Да, все-таки лампа тратится, зашибись. Очень удачно. А если лампу выключить, то внутрь мы не сможем зайти, потому что она нихера видеть не будет. Во, решение замечательное, красавцы. Выключим лампы, а без лампы мы не зайдем, класс. А с лампой тратится. Ладно, зайдем. Я так понимаю, мы в любом случае броню должны будем включать, правильно? Две чеки. Поэтому все, что нужно, я перенес вот сюда. Так, а цикл... Нет, не закончился. Тогда я делаю так. Оп-оп. Все, сейчас-то они нас не должны, по идее, атаковать. Правильно, оно. Если что, сейчас откат можем спокойно делать. Да, хорошо. Теней, да, хера? И как ты предлагаешь с таким количеством теней сражаться? Интересно. Все, хорошо. А, серьезно, то есть мы его не делали. Ладно. И вот как с вами быть? Сейчас главное же ничего не сделаешь. Охереть вас тут сколько? Раз, два, три, четыре. Да я даже не посчитаю. Они двигаются постоянно. Вот с этими сражаться предлагаешь, да? Серьезно. Вот с этим, да? Конечно, да. Угу. Почему бы и нет? Можете меня, пожалуйста, покинуть раз и навсегда? Мне как бы бежать надо. Хотя, мраморную броню можем взять, но мы все равно всех не победим. Они нас толпой задавят просто. Главное, рюкзак не возьму, потому что мне принципиально надо всю броню использовать. Хотя, казалось бы, может это именно шлем дает? Буст такой. Потому что броня, смотри, вообще ничего не дает. Все, цикл закончился. Идите нахер отсюда. Почему все еще бегаете за мной? Цикл закончился. Идите в жопу. О, отлично. Это наш шанс пока взять вот так вот и... Подожди. Чуть не понял, где... Ага, вот. Так, теперь давай скидываем лунный посох на тропинке вот здесь. Вот тут. Бросить. Берем посох. Сотворить заклинание. Хорошо. Все, а то я уже немножко напрягся, подумал, что-то не то. Что-то не то. Так, это... Так, 38 душ. Это столько и было, по-моему. А, то есть все, что я потратил, я в итоге получил обратно. Ладно. Допустим. Так, давай вот это вот закинем обратно. А если там надо будет для крафта? Лучше пускай с нами побудет, хер с ним. Мы уже выложим на поверхности, если что. Ох, адекватности мы как-то слишком много потратили. Ага, думал, показалось. А, еще есть. Че-то так много. Чертеж. А, это древняя стула. Ну ладно, его все равно изучим. Я уже знаю об этом. Ну и бросил тогда. Так, ладно. Я что-то зря на это время потратил. Блин, адекватность падает. Надо бы поспать, у нас там палатка не в самом удачном месте. Но все равно... Мы все равно мимо нее будем пробегать. Но у нас там теневые монстры могут просто зажать и все. Еще у нас этот. Глазозонтик может сейчас испортиться. Оно все называется чернильное пятно. При этом спрайты их я не находил. Не знаю. Это все чернильные пятна, да? Да, это все. Ё-моё. А что вы так далеко зашли? Кстати, да, они и слишком далеко зашли. Тебе так не кажется? Они же должны быть вот здесь. Они зашли аж сюда. К обезьянам. Такого не должно быть. С чего я взял, что прям не должно быть? Это нехорошо, что они так далеко зашли. Точнее, все. Образование селитры. Жаль. Подожди. 0 из 10. То есть селитра вырастает во время кошмарного цикла. То есть нам, чтобы получить селитры, немножко нужно с ними драться. Выгодно. Что я могу сказать? Очень выгодно. Мы можем снять сейчас шлем. Каску точнее. Ну ладно, давай немножко пос... Ай. Голод у нас. Ну 60, это больше 100. Все равно хреново. Ну ладно, хотя бы немножко поднимем рассудок. А там, я думаю, нам достаточно будет. Правильно, чтобы до поверхности добраться. После того, как вниз еще спехаем. Да, там есть источники, которые поднимают рассудок. Но там один рассудок в миллиард часов. Мы там не дождемся просто, чтобы он поднялся. Ну до скольки? Ну хотя бы до пяти. ждем. А там уже похаваем. Долго восстанавливается, конечно, долго. Кстати, аргумент какой был? Что, почему ускорение здесь типа не сделали, пока ты спишь? А если ты играешь с другим игроком, как же это все будет сочетаться? Террария. Вот, я вспомнил. В террарии-то ускоряется время. Пускай недостаточно быстро, но все равно. Ой-ой-ой, заболтался. Там все равно ускоряется, кстати, обрати внимание, когда мы спим. Ускоряется время, потому что там не впадлу. Там взяли и сделали. Потому что игры это полностью искусственная хрень. Это то, что создал человек. Тебя никто не заставляет там планету, не-не-не, вселенную никто не заставляет делать так, чтобы она вращалась в другую сторону. Или, чтобы звезды светили другим цветом, горели. Или еще что-то такое. Это полностью искусственная хрень. Игры. Все, что это все делает человек. Он может что угодно там добавлять, убавлять, менять. Это все делает человек полностью. Соответственно, что-либо добавить, вопрос лишь в своем стоит в том, что впадлу тебе или нет. Естественно, мощность компьютера мы не говорим, мы говорим именно про сами механики. Потому что мощность тут в данном случае ни при чем. Я про графику не говорю, про размер карты не говорю. Хотя меньше было бы неплохо сделать подземелье. Я говорю вот конкретно про ускорение. Можно же сделать, чтобы если играет один человек, то ускорялось. Можно, конечно же. Сложно это. Насчет этого точно не знаю. Вот это взаимоисключающий фактор, это я знаю, что вот это легко. А вот насчет этого не знаю. С этим не сталкивался пока. Так, куда нам надо идти? Ух ты, а что это такое? Вау! А что это? А я боюсь откат делать. Ну, а что... Манит. Манит. Я хочу посмотреть. Ну, блин. Ну, а если мы отхватим? Давай сделаем сначала лунный камень, там все вот это вот поставим и уже после этого сходим туда посмотрим. блин, мне интересно, что это. Кстати, а куда это? А, это мне туда примерно и надо. Который раз включаю карту, не посмотрел. Это прямо мимо жабы поганки и вниз вправо. Все, понял. вот здесь вот этого чучела какого-то хрена которого мы убили, но он возродился опять же здесь, хотя должен на поверхности быть. Ладно, но сейчас мы хотя бы знаем, как драться с ним. Знаем, я уже не помню. Вот, образование селитры опять. Подожди, образов... А можно на поверхности как-то вот такой вот сделать? Чтоб тоже пруд селитра был. Это же вообще крутая штука, слушай. Оно мне нравится. Даже если для этого придется какое-то время потратить, я готов потратить. Это прям вообще имба. Можно как-то на поверхности это сделать? Но это же вообще классная штука, смотри. Это везде, где подземные озера есть, будут вот такой вот залежи селитры. Это же класс, вообще. А тут выпало три, а не четыре. Чё это? Класс вообще, где? Везде? Да это же вообще красота. Я готов потратить столько времени, сколько надо, чтобы это все на поверхности сделать. И ты, наверное, скажешь, а это можно сделать, это само будет, но после лунного чемпиона. В целом, я тоже согласен. У тебя же вот селитра, у тебя вот есть селитра. Какого хер ты по кругу отбегаешь, еще и не можешь пробежать? Это же вообще красота. Даже если после лунного чемпиона меня устроит, потому что на лунного чемпиона у нас уже всего хватает. Вот смотри, когда она идет наперед, я уже говорил про сезай объекты, но все равно она идет вперед, правильно, и утыкается в этот объект. А почему нельзя, чтобы сделать оттекание? Чтобы она обходила их. Да, да, это мод, это так не рассчитано, но это беда, что моды нужны, чтобы игра была играбельной, чтобы приятно было в нее играть. На террарию, по-моему, я ни одного мода не установил, или устанавливал, не помню. Там, по-моему, и так все прекрасно. А здесь ты сотри. Чтобы поиграть нормально, надо кучу модов ставить. Так, все. Так, рассудок, но он что-то вообще не поднимается. Это поди... Кстати, это что у нас? Каменный фрукт. а. Не понял? Куда это мы... Ага. Дай. Ну, ладно. Так, ну, вот это красное свечение, я схожу. Мне интересно, что это. Мне очень интересно. А, это эти с носами большими спят. Я уже немножко испугался. Что-то храп у них жуткий вообще. Бабам, еще и насрал. Нормально тебе спать там, где сорешь? Срешь там, где спишь. Бараж твое место. Сука, тут лунный камень все это время был, да? А, ладно. Так, 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 типа лабиринт. Типа лабиринт, окей. Хотя, без такой карты мы, конечно... Блядь, молот, молот мы не взяли. А если он нам понадобится, мы можем его сделать? Сука, камни нужны. Ну, камни там есть, еще есть. Почему лунные камни нельзя сделать для лунного молота? В чем проблема? Вы добавляете всякую херню, но так добавьте вот такой лунный молот. Пускай по свойствам никак не отличается, плевать абсолютно. Так, куда нам? Сначала влево или вправо надо? Давай сначала вправо попробуем, это поближе. Не угадал, влево надо. Сделайте лунный молот, реально, пускай никак не отличается по свойствам, просто чтобы мы из разных ресурсов могли делать. Это ж, ну, лучше будет. Ну, реально, но объективно. Так же, как, например, в Террарии, не знаю. Сейчас в Майнкрафт там много новых ресурсов добавляли, но я его играл очень давно. Там что-то говорят и рубины есть, и что-то еще. Подожди, у нас две такие платформы. Ага, вон туда вставлять. А почему у нас две? Ааа, все, понял. Нет, не понял. Подожди, мы туда ставим камень, и надо будет пробежаться по кругу. А это нахрена тогда нужна? Так, ладно, сейчас разберемся. Не понял, мне писали вроде про две штуки, хотя, возможно, про три, но я забыл. Так, Так, вот здесь нам надо будет ходить, методом тыка подбирать. Окей, без проблем. Сделаем так. Так, сейчас проснутся эти или нет? Надеюсь, нет. Так, есть еще тулицитовая броня. Хотя оружие-то я не брал особо-то. Одна палка, она вряд ли нас спасет. Да у нас и места особо-то нет. Ага, этот не проснулся, но, возможно, не проснулся пока... О, кстати, можно вот так убрать. Замечательно, вот это красота, давай. Эм. Что-то не доходит. А что-нибудь так? Ух ты. Твою мать, ты оживил, да? Да, оживил. 1200 здоровья. Да хера как-то. Сейчас, подожди. Давай так. Нихера ты урона наносишь, слышишь? Ого. Не, только первый удар, по-моему, был мега сильным, нет? А, то есть мы его вырубили просто, мы его не уничтожили, мы его временно. А, этот урод, он сейчас опять, что ли, его поднимет? Это плохо. А что они так? Подожди, я чуть не понял. Или нам все вот эти вот лампы, но они даже не по кругу, соответственно, нет. Блядь, наверное, я зря это сделал, да? Неужели в ту сторону сначала надо идти? Ну, так мне сказали по кругу, бегать, наступать на эти хрени. Вот это, по-моему, и есть наступать на эти хрени, нет? Так, ну, допустим, вы теперь будете оживлять их. Это плохо. Так, я туда иду, иду, да, туда. Это ты прям вообще слишком близко восстановил. потому что я мимо них хожу, да? вот это вот, что ли? Что-то вообще не понимаю. Подожди, а что нам надо-то? О, котел. А, это древний казан, а нахера нам нужен? Не там, не здесь это не подходит. Я не понял, почему? Подожди, а как? Знаешь, наступаю, наступаю. Его как-то конкретно надо активировать или что? Так, этот спид, а сейчас, а, то есть, по буянию ты успокоит? Нет. Так, ты обито не трогай, слышишь? Не-не, мы уже далеко. Подожди, мы же встали в центр или это надо встать, постоять? Ой, ёб твою мать. Давай, ладно. Так, сразу запускай эти лампочки в него. А ты куда полетел? Там еще один есть, что ли? Или он вернется в него и опять его оживит? Нет, не устраивает. Ты издеваешься, что ли? Так, но он хотя бы пока встает, мы его можем отлупить, это хорошо. Давай еще раз. Последний. Стой. Хотя, наверное, надо этого вынести, да, чтобы он больше не восстанавливал. А ну, если он восстановит, да блин, он нам скорее всего нужен будет для чего-то там. Так, давай смотрим. Они притягиваются. Упустили момент, когда его можно побить, пока он восстанавливается. Встает. Он же только пыль стирает, правильно? Он не должен вот эти штуки активировать. Кстати, ага, вот мешок вижу. Так, а в чем проблема? Подожди, как мне их активировать? Опять же, нихера не написано. Может, лунные камни вставлять? Мне сказали, просто вставишь этот лунный камень, и оно активируется само все. А где это само все? Мы должны уйти, блядь, эти черви опять сейчас. Они тут даже появятся, серьезно. А что не так-то, алло, я не понял. Он прям светится в темноте, красавчик. Может, нам нужно найти вот эту вот станцию умыванцию? Ее найти сначала? Ну, источник знаний? Там мы уже... Источник знаний, что ли, нужно найти сначала? Ой, класс вообще. Давай, разозли ее. Да ёб твою мать, а. Я уже разозлил, оказывается. Только Эбби, не умирай, пожалуйста. Блин, у меня палка скоро сломается уже. Нам нужно, чтобы Эбби осталась жива, скотина. Сдохла все-таки. Да когда вы умрете, а? У вас же не так много здоровья. Да и у меня уже тоже осталось чуть-чуть. Ой-ой-ой. Да, по 13, конечно, много я не нанесу. Ай, да иди давай. Че ж ты встала-то? Да отойди. Ни хера не видно. Так, Так, и второй. Так, раз, появился второй. Все, хорошо, это все собираем. Рассудок упал, и все, попадало. А палатка у нас есть, пожалуйста. Палатка, 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 бля, нет палатки. Паутины не хватает. Какая ирония у нас, как до хера всего, кроме паутины. Паутины как раз таки до хера. А у нас и голод еще, охренеть. Так, ладно, давай вот так, раз, два, потом делаем, что, вот так вот, завязывая. А мы шо, вроде в этом, в священном месте. Тут не должен рассудок, сам по себе, восстанавливаться, нет? Нет, он наоборот, падает и падает. Хорошо, тогда вот так вот сделаем. Класс. Тогда давай пока завершим, что-то я не понял прикола. В чем, в чем смысл? Подожди. Что-то странная хрень какая-то. Давай восстановим. Раз, здоровье. Два, плюс сорок. Ну и третий раз можно. Тогда вот это вот. Блин, это нам все заново готовить надо будет. Что из-за того, что рассудок высокий, или наоборот низкий, из-за этого не активируется. Неужели фонтан знаний сначала нужно сходить? Но по-моему же нет. Ну давай по-быстрому сбегаем. А где фонтан знаний, кстати, тут? Вот это не он ли? Вот сверху, по-моему, он. Там, наверное, опять этого червя активируют, да? Фух, тут его нет. Так, давай, вот толчок знаний. Во, отлично, что-то дал все-таки. Он несколько атак их может дать? Да? А, я под... Ты издеваешься, и мне все их надо отнести, что ли? Они дохерали, не? Фух, я думал, он наш тулецит превращает в эту штуку. Я уже испугался, опять за тулецитом бежать надо будет. Так, ну давай это, поп. Что за звук? Это... А, ты чихнул, все, хорошо. Будь здоров, скотина. Такая, давай вот сюда бросим, оп. Да ты издеваешься снова, они опять активируются, из-за чего? Это ты активируешь их, или что? Так, вот эти, наверное, сюда надо заставлять, да? Так, надо быстрее этой штуке долететь, чтобы червь на нас... Ага, понял. А тут стена, ну, блядь. Все, ушел, отлично. Да, блядь. Это что, прикол, что ли? А куда эти хрени вставлять надо? Херанина вообще. Или это вот так сбрасывать надо? Так, может, это в центр сюда? Во. Последний вариант, в центр там сбросить. Все, я уже не знаю, зачем. Ни инструкции, нихера. Бери методом тыка, делай, 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 и все равно. Так, хорошо, что они не бесконечно могут за нами следовать, это прям радует. Но не радует, что вот здесь могут сейчас активировать его, и все. Активировали, все. Подожди, вот сюда вот, брось. Наконец-то. То есть, получается, нам столько не нужно. Так, раз. Понятно. Ой, бля, ты, конечно, нас сейчас задрочишь. А что мне делать с этими? Лампочки нас задолбают сейчас. Их можно как-то уничтожить? Тяну, кирпой. Скорее всего, молотом можно было бы. Это уворачиваться, конечно, задолбаемся. Так, это когда ты делаешь ошибку, он просыпается, да? Класс. Засыпай, давай. Тебе толку-то? И следующее, я так понимаю, возле него. О! Так, 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 подожди. Надо, чтобы он не устал за нами кататься. Твою мать, а. Сука, как я тебя ненавижу, Что? Он еще катится, катится не просто по прямой, блядь, а еще под углом. Что за хуйня? Что за бред вообще? Херена, просто, просто в восторге. Катится под углом, охуенно. Красавчик просто, молодец, гений, умница, под углом катится, краса, ну, в плане, ты понял, скользит, он не вот так вот катится, а вот так вот. Вот так вот. Шикарно вообще. Угу. Наверное, мне было бы спокойнее, если бы он просто разворачивался, да, наверное, спокойнее было бы. Можно по сухам разрушения его как ебануть? Хотя он все равно восстановится. Так, а я не помню. Ага, это второй, первый, второй, третий. Ну, какова вероятность, что вот сюда? Херася. Первый, второй, третий, четвертый. Я же это хер запомню. У меня память как у этой. Ну, ты знаешь, как у той. Оп, на всякий случай сфоткал. Пятая. Ну, давай вот здесь, допустим. Стоять. Не проснулся, ублюдок? Не проснулся. Хорошо, смотрим. Ай, первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий. Засни нахер отсюда. Ага. Так, пятый, давай тут попробуем. Да шо ж такое-то. Первый, второй. Ага. На какой? Вот этот вот. Я изначально на него думал. Только не говори, что он. Хорошо, отлично. Значит, тут этот вот. Первый. Второй, третий, четвертый. И главное, хер от него отбежишь вот так вот. Охуеть, ты обошел просто. А как от него отбегать, я не понимаю. так от него отбегать, блядь. Он бегает, он катится быстрее, чем мы бегаем. Он катится сильно быстрее, чем мы бегаем. Че за херня? Блядь. Блядь. Тваря. Ну, спи, блядь. Нахер мы вообще с этим бегом, со светом. Так, мы активировали здесь, значит, следующий вот здесь вот будет. Чуть-чуть осталось. Это я про свои нервы. В целом, мог бы я это запомнить, мог бы, но одну ошибку, и все. Класс. Он просыпается от неправильного звука, от правильного не засыпается. Херами. Так не честно. Ты после каждого нажатия просыпаешься, или после того, как мы подбежали? Подбежали, понял. Раздражает. А как же мы только что бегали так, что он не просыпался? Так, четвертый, пятый. шестой. Отлично. Пожалуйста, вот, вот, слева-справа, слева-справа. Вот, смотри, из двух не то выберу. Слева. Как знал. Угу. Конечно. Вот, про что я говорю, почему я ненавижу рандом, потому что не мое, ну не везет мне, понимаешь, ну не везет. Из двух вариантов выбрать не тот, как так-то? Первый, второй, третий. Что я тут понафоткал? Подожди, первый, второй, третий, четвертый. Ага, это вот этот вот, пятый, потом шестой. Ага. Ты задолбала. Так и на всякий случай, если что-то произойдет, давай вот так вот сфоткаю все, кроме одного, все. Угу. Моя голова на... А, все, собрано, чего? Что мы открыли, и нахрена? Нам надо еще открывать вот эти вот дополнительные знания, или нет? Или это несколько раз надо вот так вот дополнительные знания делать? Давай попробуем. Если тот же порядок, то можно по-быстрому сделать. Иди в жопу. Так вот так вот делаем. Вот на всякий случай я и сфоткал. А, и каждый раз вот так, да? Или нам нужно несколько раз так открывать, пока мы не откроем что-то конкретное? Если предположим, что оно вот так вот всегда будет, это просто наоборот. Это получается в правую сторону третья. А ну-ка, раз, два, три. Вот так. Оно всегда одинаково, что ли? Третья в правую сторону, потом между это, это вот сюда вот. Нет, смотри-ка, оно не каждый раз так. так. но оно же в сторону первого должно быть. Ладно. Чё-то странно. это убери-то. Попробуем еще один на всякий случай открыть. Если даст то же самое, то козел. Если другое, козел вдвойне. Потому что, что так, что так, мне не нравится. Это надо будет еще, значит, открывать. да-да-да-охренеть. Первое, второе, третье. Эх ты. Да что такое? Да хорош. Барабаны уже врубил. Так, первое, хорошо, это вот сюда вот. Второе, третье. Ага. Так, теперь пятое, надо бы угадать. Вряд ли же здесь, да? А я не помню, какой я использовал, какой неправильно. Один, два, три, четыре. Давай вот здесь попробуем. Пять. А какое у нас осталось-то, блядь? Что ж я использовал-то уже, а? Да что ты проснулся? Я далеко был, алло. Он же не может от звуков просыпаться, потому что он далеко не всегда просыпается. Понятно. Так, сфоткали, давай вот сюда попробуем. Ну, естественно. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Ага. Первое, второе, третье. Так, четвертое, это вот здесь, да? Нет, четвертое, что четвертое-то? Четвертое-то вот здесь. Так, это стопудово не здесь, значит, где-то здесь. Надеюсь, последние три угадаем чисто случайно хотя бы. Блядь. Ну, значит, тут этот верхний, да? Первое, второе, третье, четвертое, пятое-шеестое, скорее всего. Отлично, еще один остался. А, то есть, все, то есть мы только один получили предмет. Опять землетрясение, да ты издеваешься, что ли? А сейчас, а уже лето, охереть. То есть мы зря второй раз это делали. Ну, понятно, всего одно знание, хотя вот этих можем получить бесконечно. Окей. Ага, здесь землетрясения не будут идти, хорошо. Так, и что, нам теперь сюда надо идти? Мы там еще не были ни разу. Или что там? Подожди, а там мы что-то получили, или что? Не помню. Ну, так и к чему эти землетрясения, если ничего не падает? Так, и бегел. О, уже третьего уровня, красава. Но один хер у нас здоровья нет. С этим, блядь, что делать? Тут это что-ли положить сюда? Да нет, вроде как. Ладно, давай пока оставлю, ты мне скажешь, что там дальше. Потому что, что-то не то. Мы получили эти знания, нахрена? Во-первых, во-вторых, где они тут используются? Это мы получили на вот это, вот правильно? Пыль. А ну, нахера мы это вообще получали? Пыль. Понял. И мне говорили, с большой буквы писать надо. Пыль. Пыль. Нет. А ну, а с маленькой? Сейчас маленькая работает. Хотя мне говорили, что тут типа, кривой перевод и надо с большой. Да, конечно. Да, селитру. Ага. Ключевой ингредиент древнего лакомства. Нахера она мне? Напомню. Зачем мне эта древняя? Ух ты. Слойка на шпажке. Золотой самородок. Не жирно ли? Короче, на этом все. И я не знаю, зачем. А с этим что делать? Я думал, с этим будет какой-то прикол. А тут вообще ничего. И мне говорили, нужно будет один... А, тулицит. Вот, мне говорили, нужен будет один тулицит и один лунный камень. И где? Куда его использовать-то? Подожди. Мы здесь открыли, что? Фонтан знаний, да? А в нем мы ни хера и не сделали. Ага, вот так вот делаем. Фонтан знаний мы ничего и не сделали, по сути. И зачем мы сюда ходили? Пыль просто узнать, как делать? Нахера? Нет, что-то не то. Подожди, что-то не то. Или ты хочешь сказать, надо несколько вот этих вот использовать? Ну, открыть несколько раз и каждый раз будет что-то выпадать с маленьким процентом, выпадет новый рецепт, который нам нужен. Короче, ладно, на этом все, можешь подписаться на канал, чтобы все серии, также все ссылки в описании и все. А то у нас уже и голод, и все заканчивается, параметры. Все, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok